Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет крутой обзор ванной комнаты. Поехали! Итак, друзья, сегодня у нас будет ванная комната, но у нас еще есть санузел, так что следите за информацией. Сегодня только обзор по ванной и скоро будет ждать у вас красивенный санузел. Друзья, наша ванная комната, крупноформатная плитка двух видов, с душевой кабиной встроенного типа и в данной квартире мы все работы делали полностью под ключ. Так что, опять же, следите за информацией. Будет у нас обзор по этой квартире. Получилась она очень классная. Начнем по порядку. Все стены мы здесь оштукатурили, дверной проем немного переносили в сторону. Потолки у нас из гипсокартона, точечное освещение. Полотенцесушитель перенесли на другую стену, то есть здесь приходит, чтобы было. Удобно. И наша столешница. Столешница у нас сделана полностью из плитки. Мастер, если честно, очень постарался, чтобы сделать такую красоту, потому что занял это очень много времени, очень трудоемкий. Это вообще в целом процесс. Но результат, как всегда, оправдывает ожидания. Столешница с полкой снизу и с накладной ракой. Сантехника, как всегда, кстати, итальянская по фоне. Смеситель. Единственная рака у нас от Равак. Также, наблюдая за мной, угадайте, чего не хватает в данной ванной комнате и пишите обязательно в комментариях. Наша душевая кабина... Туда. Пардон. Туда. Вот. Отказались мы от встроенного поддона, ну, монолитного из плитки и купили поддон мы из искусственного камня. Так, находясь в душевой, была реализована у нас вот такая вот перегородочка. Она у нас из гипсокартона, облицована плиткой. И внутри самой ванной комнаты в этой перегородке есть полка, где будет стоять у нас душевые какие-то принадлежности. В большинстве своих ремонтов у нас сантехника встроенная, но на данном проекте было принято решение поставить смеситель наружного монтажа с хронированной стойкой и небольшим тропическим душем. Также есть вот такая вот леечка. Можно будет обмыться. Кстати, очень классная лейка от той же компании Bafoni. Я часто рассказываю про эти вещи у себя в Инстаграме. У нее есть силиконовые форсунки. Они очень классные. Служат для того, что когда образуется камень, вам не нужно сидеть с иголочкой, чистить, а просто одним вот таким вот взмахом в руки весь камень облетает и лейка дальше функционирует полноценно. Итак, друзья, душевая кабина у нас граничит вот с таким вот шкафом. Он был специально продуман по дизайн-проекту. Здесь шкаф и внутри будет стоять у нас стиральная машина. Пока у нас здесь только кустая ниша, насколько заказчики еще у нас не заехали. Но мы забыли, что было таковой. И вот здесь вот будут у нас полки для хранения каких-то там полотенец, либо еще чего-то, вот такой вот сверху шкаф, где также можно будет что-либо хранить. Полотенцесушитель у нас 50 на 80. Многие часто задают вопрос, какой он должен быть. Я считаю, что минимально должно быть 80 сантиметров. Он и по высоте комфортно, скажем так, и функцию свою полноценно выполняет. То есть повесили какие-то полотенца. Или еще, если дополнительно у нас место, где повесить что-либо для сушилки. Также в местах стыковки всей плитки, то есть вот такое под дерево, либо же под мрамор, мы всегда проводим в углах примыкания. Делаем грандинистацию с помощью силикона. Так как это выполняет сразу две функции. Это и красиво, и практично в плане того, что и уборки, и низкапленно никакая грязь, и не затекает вода. Так что берите на вооружение. Друзья, я надеюсь, вам понравился данный видеообзор. Подписывайтесь на канал, следите за нашей информацией. Вот так как мы будем искать еще больше всего полезного и красивого. Всем пока!